Первый в истории Латвии профессиональный боксер, который сумел стать чемпионом мира. Он стал любим и популярен еще даже до того, как завоевал чемпионский пояс, еще когда он был, можно сказать, в начале своего пути, только на подходе к вершинам мирового бокса. Но когда стал чемпионом мира, вы сами видите вот эту арену. Бокс, профессиональный бокс в Латвии и Еврике, в частности, находится на невероятном уровне популярности. Если сегодня Бриеди содержит победу, то этот боксерский бум, он только усилится. 22 победы, ни одного поражения. 18 нокаутов. 32 года. Майрис Бриедис. Боксеры в центре ринга. Бриеди слева, Бирис справа. Четвертьфинал мировой боксерской суперсерии. Ваши комментаторы, Григорий Стангрид и Александр Садоков. Ну что ж, все готово. Мы начинаем. Начинаем наш поединок. Очень-очень интригующее противостояние. Если Майк Перес будет в той же форме, с точки зрения психологии и настроя, как он выглядит внешне, то нас ждет занимательный, конкурентный и непредсказуемый бой. Поехали. 12 раундов. Или меньше. Если, кстати, сравнивать со взвешиванием, мне кажется, не очень много Перес набрал. Визуально такую же сухую и подтянутую кубинский ирландец. Вообще, Майк Перес последний свой поединок провел в этой весовой категории, но он совершенно не дал нам никаких ответов на вопрос, насколько подходит ему эта весовая категория и насколько Майк Перес подходит ему. Насколько бой закончил он нокаутом уже в первом раунде против Виктора Бишчака. Так, бой не то, что в первом раунде, 29 секунд поединок продлился. И, честно говоря, по тому бою что-либо сказать сложно. А вот то, что сейчас с левым прямым Перес достает Бриедиса, говорит нам о том, что, возможно, кубинец находится, возможно, в лучшей форме в своей карьере. И не только физической, но и психологической. Потому что есть определенные проблемы у Переса. Во-первых, он, конечно, говорил, что бой против Абдусаламова, то, что произошло, на него повлияло. Ему тяжело потом было на следующие поединки выходить. Если он от этого избавился, да, от этих гнетущих мыслей, правильно подошел, с точки зрения психологической подготовки, которая очень многое может решить в поединке, то от этого бой только приобретет. Ох, здорово справа Бриедис попадает. Показалось, что подкосились ноги на мгновение у Переса. Это тоже, кстати говоря, еще один вопрос. Не прошел ли даром тот нокаут от Александра Поветкина? Но в праведности ради отметим, что по сравнению с боем Поветкина это два разных бойка Переса. Но даже, во-первых, потому что это минус 20 килограмм. Да, и в супертяжелом весе удары потяжелее. Может быть, даже значительно тяжелее, чем в первом тяжелом. Хотя Бриедис, опять же, для своего веса обладает весьма внушительным ударом. Понимаем, 22 победы. Из них 18 одержаны досрочно. Постепенно подходит к концу первый раунд. Были опасные моменты с обеих сторон. Но пока нельзя сказать, что кто-то другой что-то нащупали. Пока еще идет разведка. Второй раунд. Мы видим статистику ударов. Выброшено 30 у Бриедиса. 27 у Переса. У Бриедис попал 8. Перес попал 6. Но, опять же, эта статистика, она... Которая называется Компьюбокс. И, несмотря на присутствие слова компьютер, в этом всем выглядит все достаточно просто. Человек у ринга с джойстиком... Ну, вернее, два человека на каждого боксера. Сидит с джойстиком и нажимает на кнопки. Сами понимаете, что не всегда ему видно, точно ли в цель пришелся удар. Насколько точно, как оценивать это попадание. Поэтому статистика иногда не отражает то, что происходит в ринге. Но, впрочем, решение нужно принимать моментально. И зачастую очень много решений за очень короткий интервал. Особенно, когда идет, допустим, обмен. Или быстрая атака. Это выбрасывается 4-5 ударов. Нужно сориентироваться... Делятся на две категории. Джеды и силовые удары. Одним словом, принимать во внимание эту статистику мы, конечно же, будем, которая появляется в начале каждого раунда. Но серьезно как-то доверять и руководствоваться ей, наверное, все-таки не стоит. Да, это просто как дополнение, которое, да, для телетрансляции все это очень красиво выглядит. Но, в первую очередь, нужно смотреть, называется, своими глазами на то, что происходит. Это происходит, может быть, конечно, это не столь зрелищно, но, мне кажется, все равно напряжение есть. Интересно понаблюдать тактически, как будет бой развиваться, как боксеры будут ставить друг другу ловушки. А с учетом того, что Бридис правша, а, соответственно, Перес левша, это тоже добавляет определенной хитрости к этому бою. Но, опять же, Перес немного в несвойственной манере для кубинцев. В целом, зачастую идет вперед. Он уже привыкли к тому, что кубинцы обычно работают вторым номером на контратаке. Здесь же мы видим ситуацию обратную. Именно Перес пытается прессинговать Бридиса. Но Бридис – боксер разноплановый. При этом иногда при кажущейся внешней простоте, это простота как раз только внешняя. Боксер, он очень хитрый. Все, кто с ним боксировали, говорят, что он гораздо хитрее, чем это может показаться. Бридис – боксер, 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 боксер. Бридис – боксер, 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 третий раунд повтор с перерыве нам показал что марис бриедис пока что очень уверенно пользуются главным оружием правши против левши с ударом правой руки здорово достал снизу сечка появилась у мариса бриедиса было столкновение головами по правилам давный беси если происходит столкновение головами то соответственно снимают один балл автоматически у того кто это рассечение нанес здесь это как некая компенсация потому что столкновение головами может быть непреднамеренным с обеих сторон не так сложились обстоятельства но это как некая компенсация опять же на территории сша это правило не применяется потихоньку раскрывается поединок и раз вот это столкновение потому виной кстати говоря усечки бриедиса мы отметим что в его углу уже не первый раз долгосрочное сотрудничество работает на штат 0 дмитрий лучников кстати говоря работали в техасе мы трудно дмитрий кадришо в общем лучников работает со многими сильными боксерами именитыми боксерами не только российскими ну и вообще большой мастер своего деле но это очередной повод поговорить о масштабном российском представительстве вот и в этом турнире пойму от двух наших боксеров которые начинали и российских пятна справа попадает бриедис правда не очень точным получился удар осечка конечно у дмитрия лучникова будет полно работы причем не только в ближайшем перерыве но и в следующих для того чтобы контролировать эту ситуацию кровь заливает глаз осложняет видимость но при этом кажется что у мариса бриедиса пока по состоянию конец и третьего раунда получается в целом боксировать чуть лучше пусточнее в целом ударов конечно не так и много точных но с его стороны попаданий побольше ну а перес пока не может найти дистанцию делает он как-то лишний шаг и еще и от на но и вот они ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, над сечкой поработали в углу Майриса Бриедиса. Посмотрим, как у него с этим будут дела обстоять по ходу раунда. Не откроется ли она снова и не будет ли ему мешать. Потому что в таком поединке это может стать, кто знает, решающим фактором. Передней рукой попадает Перес. Еще раз джебом. Ну и видно, насколько жестким обладает ударом кубинец. Впрочем, то же самое можем сказать и о латвийском боксере. Бриедис здорово беспокоит Переса передней рукой, вот скрывая параллельно удары правой. Да, видно, как Бриедис пытается вывести себя на удар справа. Финты передней рукой. Но пока не так часто, наверное, как хотелось бы самому Майрису. У него это получается. Потому что Перес со своей стороны тоже, тоже угрожает. Майрис! 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 Пока что видит, Майрис, Бриедиса все удары. Все прямые удары. Переса с сильнейшей левой. Уходят либо назад, либо вниз, либо в сторону. И при этом сейчас на отходе Бриедис здорово сработал, встретил, встретил своего соперника. Комбинации ударов. Чуть более вязким поединок становится, к сожалению. Клинчей стало больше. Это статистика силовых ударов. Выброшено одинаковое количество, но Бриедиса выше значительно процент. Половина в цель, даже чуть больше, на 7 с 13. Лишь 2 точно в цель. Сумурная атака Переса. И такое ощущение, как будто он немножко фокус потерял. Ну и вообще Кубинец выглядит чуть более медленно по сравнению со своим соперником. Все, что удается Пересу, пока что просовывать редкие джебы. Стоп! КОНЕЦ! 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 Продолжение следует... Продолжается четвертьфинальный поединок в рамках всемирной боксерской суперсерии. Майрис Бриедис проводит в том числе и защиту титула WBC против Майка Переса, который недоволен столкновением. И кричат из угла Переса, снимите с него один балл. Напоминаю, что с самого Переса уже сняли одну очко, поскольку нанес он рассечение Бриедис. Ну, не намеренно, но таковы правила WBC, во всяком случае, вне Соединенных Штатов. Раз за разом пытается Перес навязать своему сопернику размен, но даже когда ему это удается, предпочтительнее в таких эпизодах выглядит латвийский боксер. Переса попадает Бриедис пока что больше. Перес никак не может включить свою левую руку. Да, он правой рукой или передней рукой в данном случае. Финтит пытается подготовить атаку слева, но Бриедис вот в чем и заключается его хитрость. Не дает, не дает за счет движения, смещения. Опять же, сам создает угрозу. Поэтому есть у Майка Переса сомнения в том, чтобы атаковать слева. Но даже когда он это делает, редко-редко, когда прилетает левая рука в цель. Обомогом потому, что довольно бесхитростно пытается ее пустить в ход Майк Перес. Либо за счет одиночного джеба, либо за счет сдвоенного удара передней рукой. Ходит он на ближнюю дистанцию или на среднюю. И уже оттуда пытается пробить. Пока что Бриедис все читает. Попал, попал Бриедис и слева. Затем добавил. Вопрос физической готовности. Насколько Перес вот в этой своей новой форме, сбросив много-много килограммов. Ну, понятно, не перед этим боем он, конечно, сбрасывал эти 20 с лишним килограммов. До этого. Здесь, я думаю, перед этим боем меньше ему приходилось сбрасывать. Но так или иначе, это все равно первый бой в этой весовой категории, когда ему противостоит соперник высокого уровня. Один из лидеров этого дивизиона. И, конечно, непонятно, сможет ли физически осилить вот эту длинную дистанцию Перес. Не просядет ли. Бриедисто осилит. Ну, а тем временем пятый раунд подходит к концу. Несколько плотных попаданий было от чемпиона в этой трехминутке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохим предыдущий раунд получился для Бриедиса. Возможно, наибольшее количество точных попаданий было в его исполнении именно в минувшие трехминутки. Майкл Пересов утвердили в углу о том, что твой соперник устал. Мне кажется, это преувеличение, причем очень серьезное. Ну, здесь варианты два. Либо в углу Переса не очень знакомы с творчеством Бриедиса, либо осознанно предают своему боксеру таким образом сил и уверенность. Ну, а бегущей строкой нам сообщают о том, что через неделю состоится четвертьфинал в рамках этого турнира, но в другой весовой категории, поскольку в двух весах проходит всемирная боксерская суперсерия. Первый тяжелый и второй средний. И вот британец Крис Юбанк встретится с боксером из Турции, Ельдеримов. Тоже весьма интересное противостояние. Но Перес продолжает идти вперед, но Бриедису, похоже, комфортен именно такой поединок. Он готов поработать вторым номером. Но и в середине шестого раунда мы можем, наверное, констатировать, что пока план А. Майк, команда Майка Терреса не работает. Вот вопрос, если Б, С и последующие буквы. Перес продолжает, по сути, делать то, что он делал и в первом раунде, во втором. Потихонечку идти вперед, левую рукой подготовить себе атаку. Перес начинает периодически жаловаться, и обычно это не самый лучший знак. Никак кубинец не может подобрать нужную для себя дистанцию. Тем временем заканчивается первая половина нашего поединка. Наверное, промежуточный результат таков. Бриедис должен быть впереди. КОНЕЦ 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 с переса план которого не работает во всяком случае если работает то не так как хотелось бы ему его тренерскому штабу то ощущение что уж очень каким-то простым и незамысловатым боксером воспринимали вернее считали мариса бредиса в штабе кубинца потому что уж очень действительно просто и как и незамысловато перес пытается развивать свои атаки гриедис похоже уже все это прочитал и понял потому что попадание слева у переса эти попадания вроде бы тщательно вернее эти атаки он тщательно готовит но эффективностью этих атак крайне крайне низко сейчас да выбросов удар слева и без особых проблем в сторону ушел бредис и пулак посвистил мимо по-прежнему очень хорош бредис на ногах будет 7 раунд и несмотря на заверение в углу кубинца о том что соперник устал нитей не усталостью встретил как они рисуют на такие удары снизу хватает у бредиса был очень активный измурительный поединок по печени сейчас бредис попал против фаламриланджи дурадолы который он выиграл выиграл досрочно в девятом раунде тут поедина был значительно активней обмен ударами похоже бреди все-таки прочувствовал это попадание потому что улыбнулся но несмотря на этот разовый успеха в целом к концу седьмого раунда преимущество мориса бредиса все отчетливее как мне кажется начинает вырисовываться очевидно хороший раунд для латвийского боксера зрители довольны отметим еще раз работу дмитрия лучникова который справился с неприятным рассечением на лице мариса бредиса и видим что в общем то такое ощущение как будто этого рассечения и нет а здорово аперпотом встретил бредиса опять звучит фраза он устал поэтому продолжай оказывать на него давление вот к чему привело это давление для майка переса ни к чему хорошим я думаю что это не более чем психологическая накачка чтобы подгонять своего боксера с другой стороны если вот так прессингует перес и не считает что он устал почему перес не работает на ближней дистанции когда боксеры сближаются оба идут в клинч и перес в том числе и дальше ничего не происходит если твой соперник устал вот как раз тот самый момент когда можно поработать и эту усталость использовать себе на пользу но и практически мы не видим но удара в корпус в исполнении кубинца охотиться за головой для него в общем это наверное частая история смотреть на его поединке в прошлом как-то туловище не уделяя должного внимания в основном работает ударами в голову это так но в боях за тело чемпиона мира обычно мы привыкли ожидать большей тактической гибкости от бойцов и больше избирательности выборе целей для нанесения удара я полностью согласен но это все равно происходят не всегда поэтому подтверждение публика не утихает скандирует майрис майрис практически в каждой своей атаке хоть один из ударов но варис приедет до цели доноса чего об ударах майка перес ему сказать мы никак не можем а вот опять лишнее того подтверждение подхватил атаку и уже разбил свою латвийский боксор а ну теперь уже латвия латвия всячески поддерживает своего боксера а 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 по а а а а а а а или не решается делать опасаясь опять же определенных действий со стороны соперных безусловно неплохо при этом морис бредис по большому счету делать все то же что пытается сделать перец столь разницы что у переца не получается за счет сдвоенного джеба войти и пробить сильнейшей рукой а у бредиса получается здесь судя по всему на первый план выходят такие моменты как чувство дистанции и да просто вот как раз элементарное чувство момента когда нужно наносить свою атаку в какой момент тот самый пресловутый таймер очень часто звучит и вообще удары бредиса смотрится по острее что судя по тому как марис двигается сейчас на ногах о какой-либо усталости наверное все таки не приходится говорить как бы там не внушали кубинцу в его углу что соперник твой устал опять апперкотом встречает бредис ну чтобы заставить устать соперника такого уровня как морис бредис майк перес должен был что-то такой совсем неординарно предложить латвийцу чего пока что концу девятого раунда перес как мы видим предложить несостояние на тихой волне боксирует бредис понимая каждый свой шаг имея довольно много времени для принятия решений уже порой начинает на выбор работать перес конечно мог бы попробовать предложить откровенный обмен ударами но здесь как раз бредис в этом компоненте очень-очень хороший может быть даже вот как раз открытым поединке бредис и лучший в этой весовой категории как раз на встречных курсах как говорят просто подраться вот это у него получается просто великолепно да надо сказать что перес пробовал предложить открытый бой и в каждом из таких локальных противостояний неизменный терпелный удач все будет получается в риадис и все меньше получается у майка чуть-чуть потерпеть здесь мне кажется это очень хорошая фраза была бы в адрес майка переса ему как раз нужно потерпеть сейчас показалось что бредис ударил головой переса кстати да ну вот здесь очередной апперкот во время встречного движения соперника в исполнении бредиса вот вот разорадом все тут перес на удары головой со стороны бредиса но поскольку рассечения нет нет и снятого балла да это тоже правило да в лобисея такой своеобразной потому что при столкновении головами можно например сопернику челюсть сломать этого же не видно сломанная челюсть это гораздо серьезно более серьезная травма чем рассечения за рассечение снимают баллы например если ты челюсть сломал так головой своему сопернику стебе один балл не с ним главная проблема для майка переса заключается в том что бредис заставил его сомневаться в своих собственных силах и сомневаться раз таки в его атаках левой рукой если выключить левую руку майка переса получил то практически вся опасность от этого боксера улетучивается вроде бы идет вперед вроде бы оказывается давление кубинец но угроза не поэтому приедешься под этим прессингом скажем так псевдопрессингом вполне комфортно и он готов работать в таком ключе и мы видим что он это делает делает успешно встречает соперника встречает очень опасными ударами здесь у меня вкладывается ощущение что рефери просто попытался компенсировать ну лишь очень жалостлив был перес очень просил итальянца выпросил вот так или иначе на ход поединка это я думаю никак не влияет неплохо правый сбоку попал перес нырнул вниз и вот уже из этого положения развеют атаку конечно было трудно неплохо слева бриедис опять апперкотом пытался встретить видимо что-то увидели еще во время подготовки к бою что открыт во время сближения как раз таки майк перес под апперкот правой рукой но и в этом бою раз за разом гнется как его на ветру чем бриедис успешно пользуется поединок у нас получается вроде бы не таким уж и зрелищным нельзя сказать что богатым на события но раунды как-то довольно быстро летят вот уже 10 раунд подходит к концу чуть-чуть не достал майрис дистанции не хватило так не удар справа довольно опасно летел так два раунда всего остается в нашем поединке четверть финал всемирной боксерской суперсерии майрис бриедис довольно уверенно ведет поединок комфортно себя чувствует и майку пересу я думаю сейчас если и может он выиграть этот бой то только уже нокаутом других вариантов у него нет но мы не видели ничего в исполнении майка переса за минувшие 10 раундов что могло бы нам намекнуть хотя бы на то что он способен хотя бы просто уронить своего соперника править нокдау говоря о том что данных аутирует из бриедис конечно разочарован но этот балл не никак не повлияет этого плачка может комфортное преимущество бриедиса и по сути даже если он проиграет оставшиеся два раунда понятное дело что не будет он это делать нарочно но если так получится что переса выиграет оставшиеся два раунда то это все равно вряд ли что-то изменит уже уверен что ничего не изменит ну и этот поединок по сути не дал нам все-таки однозначного ответа на то что собой представляет майк перес иногда же поединок это вопрос стиля где-то майрис бриедис стилистически просто ему неудобно а вот допустим против другого соперника из восьмерки перес бы выглядел бы совершенно иначе но это все предположение но интересно будет посмотреть на бои майка переса на следующий поединок понятное дело что он уже будет вне этого турнира опять же я забегаю вперед все-таки это боксы и рисовая категория 90,7 поединке естественно боксеру весят чуть-чуть побольше да и прилично побольше правда я не думаю что в этом случае бриедис не очень много гоняет насколько я понимаю взвешивание запасом оба уложились особенно переса вообще кило двести не добрал до лимита грейдис примерно 600 граммов и очевидно перекачан он будет майк перес здорово справа и справа перес пока вот это под затянутость немного и мешает пересос доносить свои удары с железом может быть лишнего лишнего железа потягал но на самом деле самый главный фактор который мешает пересос доносить свои удары конечно морис бриедис здорово выглядит защите вовремя атакует очень точно все по делу и в нужное время это то о чем мы говорили при такой вроде бы внешней простоте действий бриедиса в атаке в защите все это лишь как раз таки внешняя простота в действительности когда оказываешься с ним в ринге морис бриедис гораздо хитрее но и на самом деле большой вопрос был ли такой план команды майка переса идти первым номером или же это морис заставил своего соперника буквально с первых минут боя плясать под свою дудку и играть не в свою игру с учетом того что пересу практически с самого начала боя говорили идти вперед может быть действительно был таким план потому что обычно бриедис идет на соперника а мы знаем часто так бывает боксер который привык идти на соперника и потом встречается с тем кто не дает ему этого делать наоборот отбрасывает его назад заставляет работать вторым номером ему очень сильно некомфортно и может быть как раз на это был расчет попробовать идти на бриедиса и надеяться на то что морис будет чувствовать себя не в своей тарелке но в общем этот план явно не сработал вот здесь хорошее попадание справа перед этим было хорошее попадание справа от бриедиса потом попал переса наверно лучший удар за весь поединок но проглотил этот удар бриедис без проблем что называется даже не подавился говорили мы с вами о некоторой перекачанности визуальной по крайней мере переса но уж какие мышцы точно не лишние в этом бою так это мышцы шеи безусловно а у нас тем временем начинается финальный раунд нашего поединка бой за звание чемпиона мира по версии wbc обладателем этого пояса является майрис бриедис и также бой за выход в полуфинал всемирной боксерской суперсерии здорово майрис атакует и в полуфинале победитель этого боя встретится с чемпионом wbo украинцем александр мусиком но 21 октября в нью-йорке сша определится последний участник полуфинальной стадии когда россиянин мурат гасев чемпион мира по версии ibf встретиться с бывшим чемпионом мира поляком шиштофа владарчиком и победитель того поединка естественно мы надеемся что это будет мурат гасиев его соперником в полуфинале станет кубинец юниор дортикос который огорчил нашего дмитрия кудряшова здесь рефери бредису делает замечание что майрис ты держишь но мне кажется там взаимно было нельзя было сказать что кто-то вот конкретно инициирует этот клинч или держит держит оба в основном и так половина раунда уже больше половины раунда позади он получается вязким ну и вот снова приедет держит а перес держится вот арно так можно это характеризовать на классно правой навстречу майрис пробивает и вот снова мощная шея возможно спасает от нокдауна майка переса бредис такое ощущение поймал кураж дополнительный после этого попадания и пытается еще еще попасть может быть красиво завершить поединок после команды стоп перес нанес удар гриэль даже не заметен на пушь на пушь на пушь бредис так ведет бой как будто это ему нужен на кого не перес может быть конечно немножко опасно но чувствую чувствует уверенность своих силах латвийский чемпион я думаю что уверенно уверенно доводит этот поединок до победы когда стал в доминирующем стиле хотя конечно внешне да вот так все-таки поединок не забил его огромным количеством ярких моментов боксеры не слышат гонка учитывая как ревет стадион огромный стадион неудивительно или слышат но решили растянуть удовольствие подольше почему бы нет так вот да по поединок вроде победа доминирующая хотя и вот так чисто внешне да может быть это и не выглядело таким образом что много было и борьбы вязкие отрезки боя были и раунды где активных действий точных попаданий было немного это кстати кализа руланд подошел надеем и здоровье родитель один из вся арена сейчас на ногах в ожидании судейского решения я хотел бы пояснить свои слова про доминирующий стиль понятно что здесь не было тотального преимущества по нанесенным ударам и так далее но в целом у одного получалось у второго нет наверное вот так да и так или иначе но каждый раунд где-то может быть большим преимуществом где-то с играл бриедис честно говоря вот здорово сейчас морис справа попал я не удивлюсь если одной из карточек счет будет 120 108 то есть 12-0 по раундам но и здесь на выходе здорово так джимми леннон-младший уже держит в своих руках записки сейчас будет объявлен победитель и кстати майк перрис напоминает известного бойца юси гектор ломбардов по комплекции очень попал на что-то есть тоже кубин джимми леннон-младший Продолжение следует. Продолжает путь в турнире, выходит в полуфинал и все еще чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедес защищает свой пояс, выходит в полуфинал, там он встретится с Александром Усиком, а мы на этом будем с вами прощаться. Для вас работали Григорий Стангрид и Александр Садоков. Продолжение следует.